ой я сел вы стали здравствуйте еще раз я чувствую нас остаются самые стойки вот это хорошо такое количество народ на самом деле мне нравится больше чем 200 человек потому что я не верю в 200 человек таких вот прям вот прям интересующихся вот правда я так понимаю здесь большая часть из здесь 21 группа по машину по машине ручками 31 группа ну довольно много да а вдруг кто-нибудь из ваших начальников посмотрит это видео я же должен на видео сказать что вас много вот значит пахтон окей пошла писать гуверния пошла пошла очень хорошо вот значит сегодня у нас как я уже говорил вот искать без протокола довольно востребованная тема не 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 уйди противно не эту кнопку нажал вот довольно востребованная тема и поскольку она востребованная я возьму на себя смелость подъехать к ней издалека тема называется словари они же ассоциативные массивы они же дикшери они же маппинг ну в разных интерпретациях по-разному вот в питоне они называются словари ну или по-английски дикшери вот но прежде чем мы с вами приступим к кстати сказать достаточно поверхностному изучению словарей как таковых потому что ну ну маппинге они есть маппинге давайте немножко поговорим про то что вообще людей привозят к созданию в языке программирования а в случае питона это еще и синтаксически обусловленная штука к такой структуре дальних как ассоциативный массив он же словарь вот начну середины я это уже говорил на лекции посвященный множеством верни к том в том кусочке который был посвящен множеством что поиск элемента в множестве в отличие от поиска элемента скажем в списке который представляет собой просто динамический массив поиск элемента в множестве имеет сложность не линейную а в идеальном случае вообще константу в обычном случае примерно константу только большую или там скажем какой-то не страшный логарифм а линейная сложность поиска элементов множестве возможно только при очень-очень нужно очень-очень сильно постараться нужно подобрать такой набор элементов в множестве чтобы и вот это чтобы повисло в воздухе мы не знаем как это сделать на самом деле я до сих пор не знаю как это сделать интересный челлендж вот сделать такое множество поиску которым в питоне будет линейным вот но вот объяснить почему поиск элемента в множестве имеет почти константную сложность я могу но для этого нужно немножко поговорить про такую штуку который называется хэш-функция вот и тут наступает немножко бла-бла который вам придется вытерпеть значит хэш-функция это способ свертки пространства то есть у нас есть некое исходное множество которое содержит много экземпляров объектов нам хочется установить однозначное соответствие между вот этим большим множеством и меньшим множеством который имеет меньшее количество из экземпляров объектов но при этом если мы знаем что у нас объект большого множества скажем равен а то мы точно знаем что его х то есть хэш-функция от него равна b однозначное соответствие разумеется соответствие не взаимно однозначное потому что образ определения хэш-функции гораздо больше чем область значения хэш-функции и со всей очевидностью существует много объектов из области определения для которых значение хэш-функции совпадают это называется хэш-коллижен вот второе не написано и здесь просто не пришло мне в голову назначение хэш-функции это преобразовать довольно причудливое множество определений ну например мы за строки или еще чем-то эдакое в область значение с которым мы можем творить больше естественных математических операций например в числа довольно типичная ситуация когда исходное множество у нас какая-то структура данных а хэш от этого множества это число это в принципе гораздо более строгое ограничение чем общее определение хэша как свертка пространства да но практически всегда это так то есть в роли хэша как правило выступает число вот вот эти два свойства однозначность и однозначность преобразования большого пространства в малое два свойства однозначность и большого малое это пожалуй единственные свойства хэш-функции которые ей как бы имманентно изначально присущие изначально все остальные свойства которые мы можем знать из криптографии там из вот теории связанные с построением хэш таблицы так дальше это все свойства так сказать который мы должны еще подыскивать и далеко не всегда и они все возможны эти свойства вот в частности плохо видно сейчас мы сделаем погромче так вот видно лучше вот в частности хэш-функция может впоследствии использоваться для каких-то интересных конструкций возможно стоит закрыть дверь в этом спасибо большое потому что оттуда доносится я-то думал там такой аккорд думал сейчас как зафигачит какой-нибудь ну серьезную музыку но нет вот значит да так вот хэш-функцию можно можно захотеть использовать для различных дел и в частности например мы можем захотеть чтобы у нашей хэш-функции результат на двух почти похожих объектах из области определения хорошенько различался это нужно например когда это нужен мир тогда это нужно в том случае если мы хотим чтобы у нас вот эти хэш и были размазаны по области области значения в разных местах лежали объекты брались из real life а в real life объект все примерно одинаковые строчки все примерно одинаковые да там ну вот значит в этом смысле например функция это был подпадом 3 поэтому 32 еще не вышел функция какая-нибудь слушать а здесь тоже нибудь погромче на сделать или это видно видно хорошо ну да тем более нас уже меньше мы сели поближе вот в этом смысле функция ну например х который возвращает остаток отделения 1024 только там return был позабыл вот и функция хэбэ которая возвращает не останавливение тут деление на целое и функция которая возвращает остаток отличаются друг от друга вот чем у них одинаковая область определения они определены на любых пускай скажем целых числа у них вообще говоря одинаковые область значения от 0 до до 1023 но функция х на двух почти похожих значениях нет я что-то сделал нет я то сделал все правильно до функция х на двух почти кстати нет у нее обозначение совсем другая давайте мы ее как-нибудь обрежем функция х область значения очень большая плохая хэш-функция надо будет лекциях тоже поправить ну давайте обрежем где-нибудь там до 0 b 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 или 10 10 вот видите она на почти похожих значениях дает один тот же результат вот хотя формально она соответствует определению хэш-функции мы действительно соответствует а с нуля начинается да а с нуля начинается это только если вот такой да а он вообще не умеет начинаться нет такого то не должен вот видите но вот это свойство дурацкое на почти пошел от похожих значениях давайте одинаковые результаты приводит вот к чему что если у нас входные данные взяты из примерно одной и той же области у них будут примерно похожие значения и значит хэш-функции неинтересно она плохая она будет выдавать все время один тот же результат в отличие от функции hb который на почти похожие значения дает разные результаты да это одно и то же было вот у нее есть другая проблема мы про нее сейчас поговорим ну или не проблема скажем так не выполняется другое свойство но идея состоит в том что если у нас есть тысячу почти похожих значений вот то скорее всего и хэши будут различаться и хэш коллежный не произойдет вот зачем может быть нужно соблюдение вот этого различия для почти похожих параметров в случае когда хэш является некоторым идентификатором ненадежным но идентификатор когда мы хотим сначала различить наше значение по хэшу а уж если этот хэш совпадает посмотреть равны ли наши равны ли наши исходные объекты опять-таки в плане лекции это не написал но это в общем интересная идея представьте себе что сравнение двух объектов занимает много вычислительной мощности ну реально много ну не знаю потому что объекты сами большие потому что для для их сравнения нужно прочесть какие-нибудь данные из какого-нибудь внешнего носителя вот это все но ваше множество объектов которые вы хэшируете сопровождается множеством хэшов хэшей пардон которые которые сравнить легко это просто целое число тогда прежде чем заняться сравнением объектов двух вы сравните два хэша и говорите так хэши не совпадают объекты не совпадают спасибо или хэши совпадают сейчас проверим вот и тогда конечно же ситуация что для почти похожих объектов хэш функции внезапно одинаковые приводит к тому что вы почти наверняка и если вы объекты взяты из real life все время будете делать эти тяжелые проверки а если они просто не совпадают это уже хорошо понятное дело что для такой простейший хэш функции который дает остаток отделения на 2 в степени на 2 в десятой степени вот ну или что то же самое кстати если не ошибся с количеством единичек очень маленькая область значений и если у вас там миллиард исходных данных то разумеется там будет очень много хэш коллизий просто в силу того что область значений всего всего там тысячи вот но повторяю когда мы говорим о хэш функции мы всегда должны иметь в виду не только скажем так два параметра размер нашего множества где тут написано господи множество е вот общий большого размера множество три параметра размер области значений множество в какое количество какой у нас избыточность наоборот недостаточность сколько у нас в принципе может прийтись на один хэш объектов с таким же хорошо да и размер выборки размер выборки это довольно важная штука потому что если вы знаете размер и специфику объектов входящих выборку вы можете подобрать более удобную и более идеальную хэш функцию чем универсальная например вы хэшируете строк и вы знаете что эта строка из текста ну скажем на русском языке это означает что вы должны на самом деле не все и не код тэйбл вот хорошо хэшировать хорошо хэшировать исключительно последовательности русских букв коих в общем не так много да и вот для этих последовательности хорошо хотелось бы сделать хэш функцию которая хорошо размазывает их по области значений хэша а для всего остального возможно какой-то свалочный вариант плохо размазывают вот если последователь оказалась последователь не русский мух а фиг знает чему вот возможно такое домашнее задание будет правда это домашнее задание будет довольно тяжело проверить и джаджем поэтому черт его знает значит да очень важным фактором является в некоторых случаях является заданное распределение общего количества хэшей на как нет не общего как то правильно сказать но короче если мы берем случайную выборку из области определения подразумевающую наличие хэш коллижем в большом количестве вот как в нашем примере миллиард исходных данных и 1000 данных в значение хэш функции очень важный в некоторых случаях параметр это а какое распределение по хэшам количество вот этих имеют коллизии вот распределение в рядность коллизии или распределение коллизии в идеале хотелось бы чтобы коллизии были распределены равномерно чтобы если мы хэшируем миллиард исходных данных ну хорошо миллион и у нас есть 1000 значений хэш функции чтобы хэш коллизии было не больше 1000 плюс минус да с учетом вероятности это например нужно тогда когда мы потом будем эти тысячи вариантов проверять если же мы случайно подберем хэш функцию которая плохая для данной выборки то внезапно у нас случатся бесконечных хэш коллизий и все каши будут дай на этой выборке будет равны одному и тому же вот в этой нашей функции которую мы определили прекрасный да вот в этой все хорошо за исключением того что мы можем подобрать давайте давайте сначала вот так сделаем да насчет х б х б от и фор и in range ну скажем от 100 прекрасно вообще всех разные ни одной коллизии мы взяли некоторую случайно не случайную последовательность если мы сейчас возьмем случайную последовательность будет примерно такая же картина коллизии будет очень мало или не будет вообще а вот если мы возьмем последовательность шагом 100 чё а от нуля нет шагом 100 мало шагом 1000 как посмотреть сколько их тут как посмотреть сколько здесь не сколько здесь коллизий я думаю что проще сделать вот так вот кстати нет тут коллизий а потому что шаг должен быть 124 понимаете да остаток отделения на 1024 равен внезапно нулю в любом случае ну и если вам не нравится что все нули можно написать 42 вот смотрите наблюдаем правило правило номер один на всякую хитрый наздется свой то есть на всякую хэш-функцию которую мы считаем удобный можно придумать конт пример для которого она неудобна в силу того что область определения намного больше чем область значений правило номер два если мы что-то знаем о специфике наших наборов данных которые мы хэшируем мы можем придумать хорошую хэш-функцию а не плохую я так думаю что это хорошая хэш-функция вот их должно быть 100 да а и 98 неплохая 100 100 их 100 всего элементов да как не 100 может быть с этим меньше кстати да вы их может быть даже и мы может быть как раз 98 да идеальная хэш-функция вот да но иллюстрация равномерного распределения она ее здесь нету возможно где мы к ней с ней еще встретимся вот значит кстати вот сейчас мы с ней встретимся да например на этой на на этом наборе там будет да там будет нули некоторые некоторые хэши вообще никогда не встретиться вот это правда вот тоже кстати интересный интересный ответ неравномерно но но ну да вот более интересные свойства которые в общем то более сильные но менее нужны хотя иногда но нужно очень сильно а состоит в том что на двух соседних почти похожих операндах хэш-функция внезапно должна давать большой разброс значений то есть грубо говоря от какой-нибудь единицы она дает там 100 500 от какой-нибудь двойки она дает там минус 37000 вон и сорок один вот зачем это может быть нужно такое хорошее распределение нужно первых криптографии когда мы не можем по значению хэша пытаться хотя бы восстановить диапазон исходного исходного хотя бы диапазон исходного значения вот ну вот например вообще говоря остаток отделения это довольно хороших хэш-функции для некоторых случаев особенно если то что вы делите на степень двойки это результат обработки какой-нибудь контрольной суммы какой-нибудь хитрого здоровенного здоровенного объекта если взять еще от этой контрольной суммы остаток отделения на нужное количество битв у вас получится в общем неплохая хэш-функция но это хэш-функция не будет обладать свойством свойством разброса между почти похожими между значениями почти похожим их почти похожих входных данных ну понятно почему потому что остаток отделения он как бы увеличивается на единичку каждый раз то есть если мы или вот это у нас и есть хабы это есть остаток отделения да вот то есть если мы скажем хабы хабы вот за этом от 100 а 101 там видите то есть у нас на почти похожих исходных данных получается почти похожий хэш можно подумать попробовать изобрести какой-нибудь хэш-функцию вот я изобрел вот такую гавать которая на двух почти похожих входных данных дает достаточно разнообразные выходные хц вот x return вот все это безобразие значит чё не так двоеточие забыл вот можно нет короче не знаю можно попробовать повнимательнее рассмотреть эту формулу прекрасно как обычно любую форму следует читать из середины первым делом мы берем синус на всякий случай мы берем синус x плюс 1 чтобы хэш от нуля не равнялся нулю не знаю почему я хочу чтобы хэш от нуля не равнялся нулю не будет равняться вот дальше мы берем форматируем этот это плавающее число в формате 14 знаков из них 13 после запятой там что-то с минусом будет на фигу с ним вот дальше мы берем последние пять цифр этого числа и полученное число считаем хэшом вот область значения 10000 объем да ну так себе хэш но по крайней мере он да но разброс разброс будет хороший я надеюсь на это покрыть это был словах отцы синус а вот вот видите есть разброс вот сразу предупреждаю использование синусов и вообще всяких тригонометрических функций с вот таким вот графиком в качестве опоры для для хэша это подстава даже если вы берете не первые несколько цифр а последние почему потому что если мы например возьмем в качестве хэш функции не последние пять цифр а первые да сейчас как бы это сделать надо посплитить здесь вот . сплит надо взять это было слово сплит можем 16 до хорошая идея и потом 6 конца и взять да да давайте тоже хорошая идея хдд значит 76 и тут вот так вот да вот давайте попробуем что-нибудь такое написать до ходе от и фор и in range вот не знаю там от 100 да плохо видно ну давайте попробуем еще сортит а вот так хорошо видно смотрите сколько здесь элементов которые начинаются на четырехзначных которые начинаются на допустим пять много опять много а вот на один мало вот а вот на 9 вон их сколько идея стоит в том что син уже устроен вот так и вот в том месте где он подбирается к минус единицы к единице он довольно медленно убывает и медленно растет и у нас довольно много будет если мы возьмем нарежем числовую прямую просто на равные промежутки у нас довольно много будет значений в районе единицы и несколько меньше будет в районе нуля вот кстати в районе нуля их вообще вот столько эти в два раза больше в районе девятки чем в районе нуля я понятно выражаюсь или ну в общем вот опасная штука никто не знает на самом деле как это как и какие аберрации там начинаются там с пятого с конца цифры фиг его знает на самом деле я даже как-то давал домашнее задание посчитать насколько вот подобного рода функция действительно хороших функций поставить гистограмму посмотреть нет ли каких-то мелких извращений как правило и там есть вот настоящие хэш-функции про них мы говорить не будем потому что у нас в общем-то тема сегодня другая настоящих их функций как правило не пользуются вот тригонометрия пользуются какой-нибудь арифметикой простых чисел большие простые числа делятся ну вот например как в алгоритме асимметричное шифрование примерно такая же карте вот еще одно интересное свойство который может потребоваться от хэша но нам она не потребуется точно это невосстановимость исходного значения из области определения по значению хэша без полного перебора в этих самых значений понятное дело что если область значения у нас состоит там из 1000 элементов то перебрав 1000 и 1 из ну или в среднем 2000 исходного значения мы в конце концов найдем такой чей хэш совпадает с этим просто ну как бы в конце концов найдем но идея именно в том что мы наш перебор должен быть полный мы должны пробежать примерно всю область значение хэш-функции чтобы подобрать исходный элемент нужному хэшу ежи есть и существует какая-то обратная функция от хэш-функции и мы можем как-то хотя бы приблизительно вычислить как выглядел исходный элемент до хэширования или определить алгоритм перебора вот этих исходных элементов которые скорее всего будут хэш которых скорее всего будет равен нашим хэшу который мы хотим собственно зареверсить то для криптографии такой хэш не годен вообще потому что собственно основная фишка криптографии это передача каких-то данных из которых нельзя получить исход а тут как бы можно вот еще одно свойство это редкость или отсутствие вообще отсутствие вообще гарантировать мы разумеется не можем хэш коллижен на определенном множестве тут мы уже начинаем играть в орлянку с вероятностью говоря следующее предположим мы определили какую-то функцию хэш в питоне кстати она есть 20 и она возвращает какое-то значение такая нефиговая должна быть область определения область значения у этого хэша питоновского скольки значное число 19 значное вот если мы обеспечим для этой хэш функции свойства равномерной распределенности значений по области значений и свойства отличия почти по отличие значений на почти похожих объектах то мы можем вообще говоря надеяться что если двух объектов хэши совпали вот такие то их даже можно не сравнивать вероятность того если повторяю хэш функции идеально и надежно вероятность того что хэши совпадут случайно примерно равна вероятности того что при вычислении этого хэша в компьютере произошла ошибка их хэши совпали за это вот это не означает что в real life и такого не бывает повторяю мы должны очень хорошо себе представлять какого рода выборка у нас объектов которые мы хэшируем потому что ну всякое может быть вот так что вероятность того что хэши совпадут все-таки есть но увеличение области значений хэш функции и обеспечение равномерной распределенности по этой области значения результатов вычисления она в общем как бы гарантирует нам что такое невозможно с этим связано например использование хэш хэш функций над объектами в качестве идентификаторов например в системе в системе контроля версии гид помните вот эти большие числа которые коммит айди в гите особенно 321 группа с которой мы это разбирали это же это просто md5 хэш сумм алгоритм md5 это утилита такая есть md5 узнаете такие числа вот они были вот значит так вот понятно что если вы родились под несчастливой звездой эти комиты могут эти 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 чек-сумы могут совпать для двух совершенно разных объектов но нет обычно этого не делают обычно но кстати сказать это этот хэш еще здоровее как видите это шестнадцатичное число таких размеров чем вот этот вот понятно для чего ну то есть понятно то человек уснул допускать значит понятно для чего не совсем он просто довольно понятно для чего можно использовать такого рода хэш функции для того чтобы использовать в качестве идентификаторов которые почти наверняка уникальны так это мы уже говорили мы точнее не мы а гвида хотя уже и гвида потому что другие разработчики питон тоже к этому руку приложили будем использовать хэш функции не зря они вообще определенные в питоне смотрите у нас есть хэш хэш есть от всего а почему бы нет значит хэш есть от всего из того чтобы только что пронаблюдали следует что мы не требуем от хэш функции невосстановимости случае питона от строк а это может быть разные строки нет вау как интересно а давайте проверим вау действительно разные интересно возможно при вычислении хэша инстанцированно для данного для данного для данной копии питона используется какая-нибудь ну не знаю случайно константы не могу ничего сказать может время используется кстати вот нам же смотрите нам же не нужно чтобы хэш этого объекта вообще совпадал всегда нам нужно чтобы он совпадал в нашей программе в том и питон интерпретаторе который мы только что запустили возможно это имеет какие-то дробики я не знаю сейчас не готов ответить на этот вопрос прикольно действительно вот и тем не менее обратите внимание на то что эти хэши совпадают вот я сказал что хэш бывает у любого объекта это не так хэши бывают только у константных объектов питона вот такой есть а вот такого нет он хорошо был той смысл стоит следующем предположим мы договорились о том что можно сделать хэш списка а потом взяли поменяли один элемент в этом списке кто будет вычислять хэш результат ну видимо никто они тогда не будут совпадать а зачем тогда вообще этот хэш считается вот кстати мне интересно что будет если я сделаю вот так не захотел вот из чего следует что есть подозрение что хэши считается рекурсивно вернее так они высчитываются из хэша объектов входящих в составной объект значит еще раз хэш функция хэш в питоне и вообще хэшировать имеет смысл только константные объекты потому что иначе мы будем вынуждены обновлять значение этого хэша каждый раз когда кто-то когда-нибудь этот объект модифицирует что в общем дорого в случае же когда у нас есть константный объект у него есть неизменяемый хэш его при создании объекта мы вычислили храним и радуемся жизнь я так думаю что помните мы смотрели размер строки который get size of и дальше строка и видели что там есть некоторый некоторый я покажу это был снова импорт вас ну сиски цель за сис . get size of вот с 3 байта на букву ну на на буквы а остались 49 на что вот вот видимо где-то среди этих кишок питона он хранит и хэш тоже вот этот вот потому что можно один раз вычислить и для неизменяемого объекта всегда хранить рядом с неизменяемым объектом в его метод данных и радоваться жизни потому что именно этот хэш позволяет нам составить из объектов множество по принципу хэш таблица который сейчас расскажу это второй элемент теории который я внезапно решил внедрить в наш разговор про язык программирования питон вот хотя в общем мог и этого и не делать давайте решим умозрительно решим такую задачу вот у нас есть множество объектов большое есть хранилище хотя у него мощность это множество n большой и в хранилище лежит я боюсь что вместо к иногда будет вылезать n маленькая ну да ладно лежит к объект в этом множество такая прямая аналогия с понятием хэширования у нас есть область определения n и выборка из к но пока мы про хэширование даже не вспоминаем задача надо проверить находится ли в данном хранилище некий объект подлежащие множество и собственно вот так у нас множество собственной работы если эти объекты хранить просто в списке поиск по списку как известно линейный если хранить его в сортированном списке мы можем снизить сложность поиска до логарифмической но мы пока про это не думаем сортированные еще сортировать надо каждый раз при добавлении что-то с ними делать но если само множество n невелико и у нас есть способ нумерации всех элементов множество n тогда мы просто заводим массив где номер соответствующего элемента будет служить индексом и будем хранить в нем true или false если n элемент содержится в выборке нашей то в соответствующем месте true а если не садим и ты а если не содержится то false понятно по моему очевидной идеи тем самым мы говорим там вот у нас множество из тысячи элементов заводим массив на тысячу true false вы говорим содержится ли там 500 элемент нет false содержится до проверка принадлежности элемента множество если элементы нумеруемые копейки за исключением того что мы вынуждены хранить заводить массив для проверки размером с n с область определения если область определения большая но существует однозначный хэш тогда мы можем хранить вместо область вместо объекта только его хэш о собрал тут нужно должно быть записано взаимооднозначный да если мы точно знаем что хэш данного объекта является его уникальным идентификатором отлично то какая разница не будем хранить объекты будем хранить их уникальные хэши пожалуйста конечно же вот эта ситуация когда у нас хэш взаимно однозначный она невероятно хотя можно себе придумать какое-то ну например смотрите типичный пример у вас есть база данных с имя фамилии того как там записи каждый элемент база данных это запись у записи есть ключ просто номер тупо или не ключ а допустим фамилия мы знаем что по фамилиям люди различаются таким хорошо может сложить фамилия этих фамилий у нас 500 штук значит хэш таблица будет иметь время наша таблица для прямого поиска будет иметь 500 элементов что в общем мы берем 500 а нет нам нужно все равно в нумерацию превратить окей соврал ладно с нумерацией удобнее вот надо как переформулировать эту фигню ну короче говоря если внезапно если внезапно вы смогли установить взаимно однозначное соответствие между небольшим количеством номером и номеров исходным множеством то окей значит ваше счастье но это не бывает и хэш функция вообще говоря всегда неоднозначно что нам нужно сделать для того чтобы решить исходную задачу проверки принадлежит ли данный элемент множество нашему хранилищу первое нам нужно хранить не только вот этот хэш его но и сам элемент чтобы когда мы понимаем что элемент инквешн тот элемент который мы ищем его хэш содержится в нашем в нашем списке надо еще проверить а сам элемент это он был или не он но если мы говорим что у нас бывает хэш коллижен и может быть неоднозначность хэш совпал элемент не совпал второй вопрос интереснее вообще говоря в нашем множестве можем могут храниться элементы с одинаковыми хэшами потому что у хэш бывает коллизии это значит что мы не просто в списке храним эти элементы мы должны как-то организовать такую структуру данных в которую мы добавляем очередной элемент допустим хэш нашего элемента равен к и мы этот очередной элемент добавляем накатае место в нашу хэш таблицу а там уже что-то есть есть два варианта один из них называется не помню как второй тоже не помню как прямой и непрямой кажется я правда я так и не выучил какой из них какой за можно посмотреть по справочник короче вариант очевидный мы храним в нашей хэш таблице не не один элемент а целое ведро этих элементов это официальный термин bucket у которых хэш совпадает тем самым мы превращаем операцию из чисто константный взяли элемент взяли из него хэш полезли в хэш таблицу нашли что по так по данному по данному хушу элемент в таблице присутствует или нет в константу умноженную на линейность слова линейная сложность по максимальному количеству коллизий взяли элемент взяли его хэш полезли в хэш таблицу увидели там целое ведро этих элементов пошарили в ведру просто сверили размер проверили на равенство элемент который мы ищем элементы в ведре получили ответ да или нет просто как ну как бы вот правда структура данных получается несколько такая развесистая скажем на каком-нибудь си а питон написано носили по крайней мере самый популярный вариант питона реализовать такую структуру данных ну там начнется подметание мусора в памяти вот это все есть другой способ если мы вычисли хэш на нашем элементе пошли в хэш таблицу а там фига коллизия перехешировать заново то есть взять добавить к нашему элементу что-нибудь ну что-нибудь вот такое то есть желательно так модифицировать алгоритм хэширования чтобы он попал в принципиально другое место наших таблиц и посмотреть там если там свободно окей туда и положить фактически это та же самая картина за двумя исключениями исключение первое в этом случае наша хэш таблица может быть неизменяемого размера вот в случае хранения ведер эти верды постоянно пополняются или мы заранее заводим таблицу не на n элементов а на n умноженное на максимальный размер ведра прямоугольник вместо столбика в случае когда мы делаем вот такую последовательную их перехеширование мы можем сказать у наших таблицы ну скажем там из 3 n элементов вот и поначалу она хорошо заполняется потому что мы взяли хэшик пошли в табличку а там пусто положили туда элемент взяли хэшик следующего пошли в хэш табличку там пусто положили туда риме через некоторое время когда она под заполнится начинает твориться перехеширование мы взяли очередной элемент хотели положить в табличку, а там уже что-то лежит. Мы его похешировали, хотели положить в табличку, а там опять что-то лежит. Мы еще раз перехешировали, хотели положить в табличку, а там пусто, все хорошо. И точно так же усложняется процедура поиска. Мы взяли элемент, взяли его хэш, пошли в табличку, обнаружили там другой элемент с тем же хэшом, перехешировали, пошли в новое место в табличке, обнаружили там другой элемент с этим новым перехешированным хэшом, еще раз перехешировали, Пошли еще раз в табличку, а там пусто. Все, элементов в табличке нет. Бла-бла закончена. Потому что множество в питоне реализованы именно так. Помните, что я говорил про динамические массивы в питоне, они же списки. Что когда вы добавляете очередной элемент в массив, а там больше места нет, то происходит релокация, реструктуризация, увеличивается в два раза объем заменимаемой памяти, и туда элементы перекидываются, чтобы вы могли еще в два раза больше добавить. С множественной ситуация примерно такая же, за исключением того, что хэш-таблицу надо релацировать, когда она заполнена примерно на треть. То есть если вы хэш-таблицу организованы вот таким способом, заполнили примерно на треть, дальше добавление в нее может вести к тому, что вы будете прыгать, довольно долго прыгать по занятым клеточкам, пока не найдете свободным. И поэтому, когда вот этот называется high-water mark, когда у вас верхний урез воды переполнен, у вас просто объем увеличивается в два раза. Вот. Именно по этой причине элементы множества не упорядочены, потому что на самом деле они упорядочены по хэшам от них. А в действительно еще более хитрым способом. Что при этом происходит с хэш-функцией? Примитивная вещь. Мы берем вот этот хэш, а потом берем остаток отделения на размер нашей хэш-таблицы. Вот и все. Размер хэш-таблицы 8 прекрасно, остаток отделения на 8. Размер хэш-таблицы 16 прекрасный, остаток отделения на 16. Теперь понятно, почему мы не можем, например, использовать изменяемые объекты в качестве хэша. На их основании множество не получишь. Кстати сказать, есть такая штука, называется frozen set. Догадайтесь, что это такое? Неизменяемые множество. Совершенно справедливо. Ну, даже вот так можно писать. Пожалуйста, мы можем элемент неизменяемый множество положить в множество, и все будет хорошо. Потому что он неизменяемый. Ради этого его и придумали. Собственно, тема нашей сегодняшней лекции, словари. Чем плохи множество? Множество плохи тем, что в них можно хранить... Если мы их используем как такой storage, мы добавляем элемент в множество. Помните, когда мы множество проходили, мы вообще не рассматривали их как хэш-таблицу. Мы рассматривали их как множество. То есть как что-то, куда можно положить элемент, и откуда можно убрать элемент. Так вот, положить в множество и убрать из множества можно только хэшируемый элемент. То есть только неизменяемый. Если мы хотим хранить произвольные объекты, одно из двух, либо мы эти произвольные объекты объявляем неизменяемыми. Если это наши объекты, мы просто конструируем к ним хэш-функцию, какую хотим. И тогда окей, можно положить их в множество, и все хорошо. Либо же эти объекты изменяемы, и тогда мы не можем хранить их множество. А что делать? На помощь приходит универсальная программистская максима, если задача не решается, введите очередной уровень косвенности. То есть мы будем хранить наши объекты не в множестве, а в структуре данных, которая будет представлять собой множество по отношению к хэшам этих объектов и ссылку на сам объект. Вот, собственно, словарь в том виде, в котором он был реализован до питона 3.6. Это то же самое множество, только с еще одним довеском. Помните, как устроены linked lists, вот это безобразие в примитивных языках программирования? У вас есть payload, то есть значение, и ссылка на следующий элемент. payload – значение, и ссылка на следующий элемент. Вот словарь – это такое множество с payload. Хэшик и ссылка на настоящий элемент, от которого был высчитан этот хэшик. Вот и все. В действительности там будет в конце ссылка, вот здесь вот она, ссылка на статью вот с new 3.6 питона. В действительности словари устроены более интересно, во-первых, более эффективно, а во-вторых, в отличие от множества, словари упорядочены по времени добавления элементов в словарь, начиная с 3.6 питона. Начиная с 3.7 – это official. Васк. То есть, в отличие от множества, которые, как видите… Или нет, давайте лучше не так. Словарь упорядочен элементы явно по хэшам, словарь упорядочен элементы по порядку их туда добавления. Словарь сдается вот так. Да, значит, еще раз. Словарь содержит элементы, которые индексируются не по… Да, значит, самый… Продон, сам себя прерываю. Самый простой в мире словарь – это список. Потому что его элементы индексируются по номерам. Но нет, нам не нужно для этого заводить новую структуру данных, для этого есть списки, питоновские листы, вот это все. Словарь с точки зрения наивного пользователя выглядит как массив, у которого вместо индексов используется что попало. Ну, например, сдаем словарь. Это словарь. В этом словаре вот это у нас будет значение, скажем, ку-ку, а это… Нет, наоборот, это индекс. Вот это будет индекс, ну, скажем, 3, а это значение, скажем, ку-ку. Вот это ключ, ключ, тот, что будет хешироваться. А это значение – пилот, которое по нему лежит. Или там, 100, 500. Ну, что мы любим, ку-ку. Или еще какой-нибудь хеширую элемент, например, строчка. И какое-нибудь значение, ну, не знаю, раз, два, три, четыре, пять. Как обычно, когда я даю примеры составных типов данных, у которых все данные внутри разные, так никто не делает. Ну, кстати, нет, вот именно со словарями так делают. Понятно, сейчас будет понятно, почему. Вот, вот, пожалуйста, я задал словарь. В этом словаре три элемента хранится. Ку-ку по ключу 3, ку-ку по ключу 100, 500, и список раз, два, три, четыре, пять, по ключу ки, восклицательный знак. Обращаться к нему можно прямо так. Ку-ку третье, д третье, д сто пятьсотая. И, внимание, д вот такое. Мы помним, что квадратная скобка в питоне – это всего лишь синтаксический сахар для вызова метода гетайтем. Ну, точнее, бла-бла, гетайтем, бла-бла. Здесь то же самое. Вы на самом деле обращаетесь к методу д, д точка бла-бла гетайтем и передаете ему, ну, вот. Вот. Это я говорю тем из вас, у которых вот такая конструкция вызывает, ну, скажем так, некоторый дискомфорт. Такой дискомфорт паскалистого. А, кстати, нет, в паскале же можно индексировать по любому перечислимому типу. Да? Если у вас есть перечислимый тип данных, например, символы, вы можете от него сделать индекс в массиве. Ну, не важно. Важно то, что на самом деле это всего лишь, ну, вот, обращение к хэш-таблице. Мы пошли к хэш-таблице, сказали, так, ребята, вот у нас тут есть ключки, вот по нему лежит какое-то значение. Вот оно, это значение. Вот. Ключи в клаваре, разумеется, уникальны. Если мы напишем вот так. То у нас сохранится только последнее. Но обратите внимание, я помните, говорил, что элементы в словаре лежат в порядке добавления. Видите, где лежит элемент номер 3? И его первым добавили. Именно в таком порядке он и будет там жить. Пока не удалишь. Вот. Так. Ну, вот мы немножко поработали со словарем. Разумеется, мы можем сказать D, там, bl, равняется bl. Вот он. Разумеется, мы не можем сказать обратиться к нему с несуществующим индексом. Вот. Если мы успеем, в конце лекции я покажу один трюк. Значит, ну, короче, словарь – это такая штука, куда, как в горшочек без меда. Можно что хочешь положить. Вот. Настолько что хочешь. Сейчас я подумаю, может быть, что-то еще про словарь надо рассказать. А, вот кейс, валю с этим. Вот. Настолько что хочешь. Вот, смотрите, может быть, кто-то из вас не знает еще ответа на этот вопрос, но подозревает. Мы с вами вот такую структуру… Ну, давайте, для примера, я эту структуру… Так, тут с кавычки нужно, да? Вот такую структуру уже где-то видели. Очень похожую. Прямо вот практически такую. Некоторые знают ответ, и вы, пожалуйста, помолчите, а остальные у вас не происходит никакого enlightenment, вот когда вы на это смотрите. Громче? Нет? Подсказка. Ну, ну, ну. Смотрите. Только не dir, а… Вот. Мы вот эту штуку использовали, locals и globals, когда я про функции рассказывал. Locals и globals возвращают нам ничто иное, как обычный питоновский словарь, в котором формата имя, двоеточие значения. Настолько обычный, что если я скажу globals, вот я сказал globals, да? Скажу дел globals какой там я определил? D? И все? А, нет, не все, а где там globals. И все? Нет больше переменной D. Могу сказать, globals равняется сто пятьсот. И знаете, что произойдет? Вот вам еще одно разоблачение черной магии, которое состоит в том, что в питоне вообще говоря, для внутреннего представления того, что происходит с namespace, используется обычная питоновская структура данных под названием словарь. Конечно же, так никто с ней не поступает. Но заглянуть в нее всегда можно вот таким способом. И тут мы вспоминаем, емки-маталки, вот же есть такие языки программирования, в которых есть такой волшебный термин интроспекция. когда мы разбираемся каким-то противоестественным способом с пространством имен вот в наших объектах. Вот. Когда мы будем говорить про объектную модель питона, вот этого вот будет еще больше. Какие-то вещи, которые в некоторых языках программированных ужасно усложнены, а в питоне они как бы сами собой там даже объяснять непонятно что. Здесь понятно, что объяснять. Здесь понятно, что объяснять. Мы сначала разобрались, что такое структура данных словарь, а уже потом залезли вот сюда. Я вам больше того скажу. Помните, у нас была такая штука именные параметры функций? Вот такая. Как там правильно написать? А равняется 100500, b равняется 1,2,3, c равняется 0, и return на a умножить на b плюс c. Да? Ну, помните. Тоже помните. поскольку параметры именные, мы всегда можем вот здесь сказать, какой параметр чему равен. Ну, не вижу особых... Все это было уже. Ну, так вот, вы можете написать так. Что там у нас? b2. Да? помните, мы говорили о том, что параметры функции позиционные передаются в виде кортежа, а параметры функции именные передаются в виде словаря. Все. Еще одно из разоблачения черной магии. Никаких волшебных синтаксических конструкций, мы просто формируем словарь, этот словарь передается в вызывающую контекст функции, там формируется на основе него namespace из того же словаря. С ним начинает работа, потом... Вот. Разумеется, обратное тоже верно. Помните, у нас была запаковка параметров при вызове и распаковка при обработке этого вызова, да? Мы можем написать так, дев, фун от звездочка RG позиционные, P позиционные, две звездочки RG N N именные print, что там, RG P RG N И эта функция будет принимать любое количество любых параметров, в том числе любых позиционных, любых именных параметров тоже. Чего? Смотрите, мы не можем перемешивать позиционные и именные параметры. Сначала идут именные, позиционные, потом именные. Но мы можем например, вот так написать, да? А, нет, не можем. Только так и можем. Вот. В 3,8 питоне, кажется, это появилось раньше, но в 3,8 питоне мы можем сюда вот добавлять еще специальные символы в описании функции, вот сюда. Что-то такое, давайте я покажу просто. Сейчас покажу, просто, 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 чтобы вы понимали, что мы, как это, не весь питон еще, как это, в этом месте мы не все прошли, да, в этом месте мы только самое интересное. Вот это тоже хочу как-нибудь рассказать про sign, это такая офигительная штука. Выше уже было, да? Сейчас, а как это, что я хотел, functions, да? во. Вот, хорошо видно вот это место? Вот здесь написано буквально следующее. Значит так, вот это позиционные параметры, и только позиционные, они не бывают именными. Вот это параметры, которые могут быть именными, а могут быть позиционными. Вот эти параметры могут быть только именными. в соответствующем пемпе есть объяснение, почему это в принципе важно. Ну вот, например, здесь. Кстати, чтобы вообще не принимать keyword arguments. Мы говорим, так, ребята, никаких именных параметров. То есть, вот это параметр позиционный, у него просто есть значение по умолчанию. Вот. Видите, да? Идея стоит в том, что до вот этого слэша стоят только позиционные параметры. В частности, все, я вспомнил. Вся эта машинерия была введена для того, чтобы разделить слипшийся механизм. Механизм а равняется значение, делал сразу две вещи в питоне. Он определял именной параметры, а не позиционный, и два, определял значение по умолчанию. После введения вот этой штуки, слева от нее стоят значения по умолчанию позиционных параметров, а справа стоит именной. Вот такая вот фигня. Вот. Советую с этим разобраться, но это уже некоторая мелочь такая. Для тех, кому, кого возмущал тот факт, что значение по умолчанию одновременно задают именной параметр. Вот. Может быть, кого-то это возмущало, меня нет. О, у нас еще есть немножко времени, но может быть... А, ну слушайте, а мы почти все уже. Отлично. Значит, что еще можно сделать со словарем? Во-первых, у словаря есть методы всякие волшебные. Вот. В частности, есть метод D. D.kiss. Нет, он не D. А что есть у нас? V. Вот. V.kiss, которая возвращает... На самом деле это вычислимая последовательность. Понятно, никакой нового структуры данных не формируется. Вот. Она возвращает последовательность ключей. Обратите внимание в порядке добавления, как и было обещано. Values последовательность значений и items. Последовательность пар. Зачем это нужно? Ну, разумеется, для итерации по словарю. Но по словарю вы можете итерироваться и так. Из него делается итератор. Ну, давайте так сделаем. Прямо вот грубый и... Как это сказать? Ну, короче. И равняется iter. Вот. Чего у нас там было? V. Next. Вот I. Вот. И, как мы только что увидели, итерация по словарю означает, на самом деле, ничто иное, как итерация по его ключам. Да. Да. Почему по ключам и не по парам или не по значениям, я не знаю. А почему бы и нет? Надо же почему-то делать итерацию. Я думаю, что нет. Я думаю, что нет. Потому что, смотрите, у вас вот здесь вот делается итератор. У этот итератор вознащает одно значение. От того, что у вас здесь будет написано 2, семантика вот этого не изменится ни на грош. Вот. Ну, вы здесь всегда можете написать. Что? Items. Только не так, а вот так. И вуаля. Вот. Поскольку keys, items и values это вычисляемые последовательности, это очень дешевый способ сходить к словарю. Не бойтесь использовать вот эту конструкцию, которая последняя приведена. Никто вам не будет составлять, если у вас диких размеров словарь, никто не будет составлять диких размеров список пар. Нет, это итератор, который ходит там внутри и ничего не стоит. Вот. У словаря, вообще говоря, некоторое количество методов есть. это было не то, а вот так. Ага. Например, есть метод pop, но вы должны явно указать, какой именно элемент вы хотите из него извлечь. Вот. Есть метод pop-item, который, если мне не изменяет память, а, нет, вы тоже говорите, какой метод вы хотите, что вы хотите извлечь, я уже извлек. Да, спасибо большое. Есть метод pop-item, который вам вернет одновременно и ключ, и этот самый, и значение. Вот. Более того, если мы скажем вот так вот, кстати, кстати, циклический конструктор, я забыл про него рассказать, но вы сами понимаете, да, что-нибудь такое, f что там, i умножить на 2 плюс 1, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, for i in какой именно вы выводите? Что? Вернее, какой именно элемент? Я думаю, что последний, как раз хочу это проверить, то есть вы мыслите так же, как я. Я думаю, что последний, последний добавленный, поскольку у нас словарь теперь с гарантированной последовательностью по времени добавления, ну скажем, i, да, умножить на 10, допустим, ну 10, вот так. Я сконструировал словарь, обратите внимание, с помощью циклического конструктора. Вот. Вот это у нас ключи, вот это у нас значение. Вот давайте теперь ответим на ваш вопрос. Ну, похоже, что да, похоже, что мои подозрения были правы, очевидны. В принципе, удаление из словаря, особенно не из середины, не из конца, а из середины. Операция дорогая. Удаление из конца, операция недорогая. Потому что в действительности для реализации словаря используется не совсем хэш-таблица, а там некоторый двойной список. Можете, кому интересно, сходить по ссылке, посмотреть, как это сделано сейчас. Но вот именно поп item это довольно дешевая операция. Потому что вы зачищаете соответствующий слот в хэш-таблице, и в списке значений он оказывается последним. Вам ничего не нужно реструктурировать. Вот. Но вообще говоря, считается, что удаление из словаря операция достаточно редкая. Словари строятся для того, чтобы потом по ним мапить, а не для того, чтобы туда запихивать, вынимать, запихивать, вынимать и так дальше. Что еще у нас можно сделать со словарем? Есть метод get, который, ой, который, собственно, совпадает с квадратными скобочками за тем исключением, что если вы обратитесь к нему, что это, кстати, означает? Что он вернул known. Да. вот тот факт, что вы в командной строке вызвали функцию, а она ничего не сказала, означает, что метод вернул known. Вот. С той лишь разницей, что если вы обратитесь к квадратным скобочкам, то у вас будет исключение, поедет вам туда на обработку, а если вы вызовете get, то у вас не произойдет ничего, вернее, вернется known или вернется то, что вы скажете. Вот. Есть еще более хитрый штук, который называется setDefault. Давайте вот так вот напишем. Который делает сразу две вещи. Во-первых, он возвращает вот это 1500, а во-вторых, он его добавляет под этим ключом. Соответственно, если мы сейчас сходим, допустим, slash5, то нам, разумеется, вернет имеющееся значение. А если мы сходим с каким-нибудь еще там, вот. Универсальный метод. Этот метод хорош тем, что заменяет довольно частый шаблон использования словарей, который приходится обмазывать всякими if-ами вот этим, if чего-то in словаря, тогда добавить иначе, бла-бла-бла-бла-бла-бла. Нет. Достаточно использовать setDefault, и у вас все будет. Вот. Как я уже говорил, ключи в словаре уникальны, потому что они как бы множество. Вот. Мы это уже делали. Что там еще? Метод clear просто очищает словарь и становится пустым. Метод copy делает копию словаря неглубокую, так же, как в случае списка. Метод frontkiss делает довольно забавную штуку. Вот. Обычно он используется вот в таком виде. То есть это метод типа dict. И мы говорим, дорогой dict, а сооруди нам, пожалуйста, словарь с ключами, как у словаря v, а со значениями никакими. Ну, no. Или не known. Вот. Для того, чтобы скопировать структуру словаря, но заполнить ее другими значениями. From keys. Что? Можно итератор передать? Вместо того, и какой-нибудь последовательности можно будет предоставить? Нет, потому что мы уже передали последовательность, и он ее воспринял как значение. Вот. Можно почитать документацию, но там, я думаю, сказано, что это именно дефолтное значение, а не... Если вы хотите сделать... Если вы хотите сделать словарь из двух итераторов, делайте словарь из двух итераторов. Не вопрос. Вы этого хотели? Не, я хотел сделать значение, чтобы они не одинаковые выполнялись. Так, а я что сделал? А я что сделал? Я так и сделал. Я взял два набора вот это ключи, а вот это значение. Получился из них словарь. Если вы хотите сделать из словаря, поставьте вот сюда кис, ну там в точка кис, да? Сейчас. Возможно, у меня сейчас поругаются. Девять, да? Девять. Значит, дикт от в точка кис и значение, да, там раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Только это была... Это была кавычка, и надо их зазипить, чтобы получился список пар. Да? Зип. Дикр. Спасибо большое. Вот он. Вот. Сюда вы можете написать конструктор, чтобы он конструил. Ну, короче, это питом, на нем можно как бы вот... Главное, обуздать свою фантазию. Иначе можно... Вот мы тут упражнялись в написании программы из одной строки. Вот. Значит, я хочу привести еще парочку примеров, а у нас уже время заканчивается. А тут, собственно, ничего больше не осталось. Есть только еще апдейт, это как бы обновить содержимое одного словаря и содержимое другого словаря. Вот. Да, собственно, и все. Что-то тут неправильно написано. А нет, правильно. Надо помидывать. Значит, есть такой модуль, такой модуль, который называется Collections, я, помнится, говорил уже про него. У него есть два прекрасных... Две прекрасных модификации словаря, раньше было три. Третья прекрасная модификация словаря называлась Ordered Dict, только она уже не нужна, потому что Dict так Ordered. Вот. Значит, одна называется Counter. Смотрите. По-моему, с большой буквы только. И это такой словарь на самом деле. Counter. Которому вы можете добавлять всякие элементы, а потом внезапно вынимать из него статистику. Вот. Потому что этот словарь будет хранить количество элементов. Смотрите. C, что там? А, вот так вот, да? То есть это такой словарь, у которого по умолчанию... А, какие у него методы интересные? А, элемент, с москомн, субтракт, фрумкис, апдейт. Ну, в общем, понятно. Словарь со счетчиком. Во. Между ними можно делать всякую арифметику. Смотрите. Вот. Обратите внимание на то, что словарь... Кстати, а словарь, наверное, и обычный можно так создать. Ну-ка. Да. Не вопрос. Знаете, почему? Потому что этому конструктору, знаете, что передалось в качестве параметра? Словарь. Ровно этот. Да. Ну вот. Значит, каунтер – это словарь, в котором, во-первых, предполагается, что у вас значение элементов – это числа, и, во-вторых, с ним можно всякую интересную арифметику делать. Например, упорядочить его по количеству встречаемости, например, вычитать два разных счетчика друг из друга, ну и так дальше. Но еще более интересная штука, на которой я хочу как раз закончить. Эта штука под названием DefaultDict. DefaultDict – это словарь, у которого есть значение по умолчанию элемента, причем это значение по умолчанию, оно создается. То есть, вы передаете DefaultDict не какое-то умолчание, там, значение, типа, нуль по умолчанию, а конструктор этого значения. Ну, тут где-то должен быть примерчик. Вот, например, что здесь написано? Создадим словарь, у которого любой элемент по умолчанию это список. Ну, давайте попроще начнем. From Collections это было From Collections от слова колени, что ли? DefaultDict, ну, просто мне лень писать слово DefaultDict, хотя, у нас же есть всегда Tab, Допустим, так, вот int. Что это означает? Это означает, что каждый раз, когда мы зашли, это большая, каждый раз, когда мы заходим к нему за элементом с неизвестным ключом, он говорит, так, вы пошли за элементом номер 0, окей, он равен 0, вы пошли за элементом номер там, вот таким, окей, он равен 0. То есть, каждый раз, когда мы ходим к неизвестному элементу, он его создает с помощью вот этого конструктора. Более интересный пример. Если DefaultDict это лист, да, мы говорим, L равняется DefaultDict, DefaultDict, от лист. Каждый раз, когда мы полезем в элемент нашего словаря L в несуществующее место, допустим, пятое, мы получим словарь, мы получим список в этом месте. То есть, мы можем писать L, допустим, сто пятисотая точка append девяносто девять. И у нас по умолчанию все получится. А если мы, например, обратимся к уже существующему элементу, у нас тоже все получится. Довольно частый пасер, опять-таки, именно в случае словарей, когда вы должны сначала проверить, а есть ли такой элемент в словаре, есть ли такой элемент в словаре, нет, то создайте этот элемент и добавить туда. Зачем? Дефолт дикт. У нас осталась ровно одна минута и поскольку не у всех здесь присутствующих мозги расплавились окончательно, вот такая вот картинка. Что это такое? Это такая функция. Это функция, которая возвращает словарь, у которого конструктором является эта самая функция. Оно будет возвращать дефолт дикт, да. С конструктором эта функция. Знаете, что мы можем написать? Мы можем написать, ну, например, такое. Сейчас, как правильно. д равняется 3, нет, там как-то интереснее. Эх, надо сходить по ссылке все-таки, чтобы не облажаться. да, все правильно. Я зря, надо было, конечно, навести, короче. сейчас мы составили список, да, 1, 2, 3, 4, 3, 4, 5, 4, 5, 6. Это список. Ну, давайте мы попроще сделаем, чтобы было понятно. 1, 2. Вот он. Да? D. Ой, нет. Я в него добавил теперь. Теперь это двойной спектр. Хорошо. Давайте еще раз. Вот. Что? А, ну, D. Вот, смотрите. 1, 2. Если я сейчас напишу 3, то нам добавится еще 3. Мы можем, вот этот автор советует дампить, чтобы посмотреть, чтобы посмотреть не в таком извращенном варианте, а более красиво мы можем взять, например, и задампить его с помощью джессона в формате джессон. Поскольку джессон поддерживает не все конструкции питона, он все, что он не понимает, выбросит. Вот. Точка dumps что там? А, по-моему, прям наш D. О! Видите, да? 1, 2, 3. Если мы напишем 4, 5, мы добавим в это дерево два узла 4 и 5. Да, вот. Наконец-то я слышу звук кипящей головы. Вот. Короче, штука исключительно на то, чтобы привыкнуть, что так бывает. Вот. Не знаю, нужно ли это в реал-лайфе. Вот. Но вот это вот как бы упражнение воображать себе, как это работает, это хорошая тренировка. Очень питаническая штука. Вот. Хотя, быть может, да. Ну, тут есть ссылка на... По нему же даже итерацию можно устроить. Он же словарь, по нему все хорошо. Ну, короче, радуйтесь. Вот. Все. Значит, если есть какие-то вопросы... Где? В словаре. Смотрите, ключом может быть... Да, конечно. Да, вот смотрите, а я же так и сделал. Вот когда я генерировал словарь с помощью... Сейчас скажу. Да, вот с помощью вот этой штуки. Вот. Вот же, смотрите, да? Вот это ключ, это значение. Вот это он и есть. А здесь, ну, вот вам вычислил последний. Да, а, я понял, чего вы хотели. Вы хотели сделать вот так вот. Ну, и тут тоже какой-нибудь итератор, да? Ну, только zip. Сейчас я сконструировал словарь, в котором изначально обе последовательства были вычислимые, нехранимые. Но, понятное дело, из нее мы произвели вычислимую, кстати, последовательность zip, пар. а из него уже мы произвели словарь. Словарь хранимый, вычислимый словарь, кажется, не бывает. Надо подумать над этим. Но не сейчас, сейчас уже хватит. Еще вопросы? Тогда всем спасибо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...